Приветствую, Джафар. Анатолий, привет. Ждем Толяныча. Без Толяныча никак не получится. Вот. Тем более, он нас пугал, что обязательно будет. У нас, в принципе, два ивента, которые заслуживают внимание. Это Хайми Мунгия и Эрик Бажинян. Это главный ивент пятницы, которых состоится на Desert Diamond Arena Greendale, Arizona от Боба Арума. И второй ивент это Wembley Stadium, 21 сентября, суббота. Айди Хирн и Фрэнк Уоррен, Даниэль Дюбуа, Энтони Джошуа. И там еще у нас несколько поединков, которые, в принципе, кто-то считает достойным внимания, кто-то считает недостойным. Ну, мы, тем не менее, мы эксперты, мы должны их обсуждать. Поэтому и там еще что-то ребята бросали, еще какие-то поединки. Вот. Вот. Если я что-то забыл, то напомните, потому что у нас здесь наша лента забита усиком. Вот. А, Джервин Анкахас. А, на Филиппинах будет Мелвин Ярусалим, Луис Кастила, 22 сентября. Ну, окей. Давайте начнем с вечера бокса, где главный поединок Хайми Мунге и Эрик Бажинян. Здесь неплохое противостояние Чарли Суарес с Форхе Кастаньеда. Ну, а самое главное, на мой взгляд, это Ричард Торрес против Джои Довейка. Джои Довейка – персонаж довольно-таки известный, поэтому давайте с него и начнем. Какие мысли есть по этому поводу? Зачем этот поединок нужен Торресу? И зачем это Довейка нужен, понятно. Зачем Довейка нужен Торресу? Насколько Довейка сможет сделать конкуренцию Торресу? Ну, а самое главное, каким, по вашему мнению, будет Торрес? Поскольку вот в нескольких своих последних поединках, ну, не очень он так вот, скажем так, хорошо выглядел. Спасибо. Алло, кто начнет? Джоффар, давай ты. Как скажите. Как учитель, к доске пойдет, к доске пойдет. Джоффар, давай. Тогда давайте по журналу, как говорится. Значит, Довейка, как по мне, станет тестом для Торреса еще до его попадания к топам, потому что это боксер, с которым расслабляться нельзя, потому что он несет за собой опасность, даже когда он у канатов. Я помню бой, сегодня пересмотрел бой с Санчесом, Дима, добрый вечер, когда Санчес его теснит, и вроде набросил удары, но давай это все еще из-за блока выбрасывает, и эти удары достаточно хлестки. Другое дело, что это все происходит в первых трех-четырех раундах, потом у него, естественно, полосы падают, сейчас он еще и старше будет. Поэтому для меня главная интрига в чем? Торрес определится с тем, что нужно здесь чисто отработать на аутсайде, спокойно перебоксировать его, не доводить до решения в коем случае, потому что до Вейка просто нужно работать с корпусом головы, и он со временем упадет. Или же Торрес опять полезет вот этого рубилова, хочу срубить первого раунда, в результате этого пропускаю тысячу ударов навстречу и так далее. Первые три раунда ему легко не будет. Я думаю, он это поймет, если пытается как-то, скажем так, забулить его, зажать у канатов и так далее. Поэтому у меня главная интрига в этом, насколько уверенно Торрес с ним справится. Если это будет чистая работа, то да, уже можно будет Торрес опускать топом. Если нет, то дальше уже будут возникать вопросы достаточно большие относительно тех, которые возникали у нас до этого. Ясно. Анатолий? Ну, я соглашусь с Джафаром в том плане, что хочется понять, в первую очередь, вот мне лично интересно. Мне до Вейка до Вейка, и мне интересен Торрес, чтобы понять, определился ли он действительно со стилем своим. Потому что мы его в первых боях видели как очень классного, крутого боксера-хэви-вейта, но при этом очень подвижного, классического такого левшу, который умеет вовремя сблизиться, вовремя нанести комбинацию, раскрыть своего соперника, поработать через голову, голову в корпус, по этажам, закрутить. То есть у него достаточно был неплохой арсенал. Но потом с течением поединков это куда-то начало все улетучиваться. И тут дело даже, наверное, не в том, что оппозиция стала круче, и вот тут уже Торрес не может так боксировать. Просто по какому-то непонятной мне логике, кто-то либо ему так подсказал делать, либо он для себя так решил. Он решил быть таким чистым рубакой, который начал при любом попадании сближаться, выкидывать кучу ударов, но делать это уже не так изящно и красиво. И при этом главное, тратя много сил, но мало попадая и делая свой поединок сумбурным. Вот Довейкер действительно, да, это опытный боец, и вот тут надо вот для хочется увидеть, как Торрес будет с ним боксировать. Он будет опять пытаться его сломать за счет вот там, не знаю, вот этих своих навал скоростных. Либо он все-таки попробует на классе бокса, который у него безусловно есть, показать вот этому достаточно крепкому боксеру, кто здесь хозяин и кто пришел в хэви-вэй для того, чтобы заявить как-то о себе более ярко, скажем так. То есть то, что его о нем говорят, то, что он проспект, это все замечательно, он серебряный призер Олимпиады, это все супер. Но хочется его понять до конца, кто такой Торрес. Это очередной будет пшик, который пошел, пошел, пошел и начнет сейчас просто уходить в мешкобойство, или его просто начнут с более сильной позиции появляться проблемы. Либо он раскроется так, как мы вот хотели увидеть. И вот от этого боя, наверное, больше жду этого. Я не думаю, что Дейвека выиграет этот поединок. Я думаю, так же, как и все остальные, так не думают. Но вот как пойдет бой, вот мне интересно, вот именно Торрес, как он будет решать задачи в ринге, какой он поставит перед собой главный, какой у него будут геймпланы, если вот так можно сказать. Дмитрий, ваше мнение? Ну, я думаю, что Торрес, наверное, опять будет так само, как и раньше. И продолжать быть рубакой. Ну, хочется, конечно, чтобы он боксировал технично, но мне кажется, что он ничего не поменяет. Он, конечно, выиграет в Дейвеке. Я думаю, что досрочно. Но вот, что поменяется, я, честно, я это не верю. Ну, достаточно емко и кратко, но емко. Знаете, для меня этот поединок, скажем так, я его представляю в разрезе кулинарным. У нас есть сеть магазинов, называется она «Галя балована», то есть избалованная «Галя». Для Джафара, я объясню, «Галя балована», ну, знаешь, там это у вас уж слишком избалованная невеста, да, то есть мы предлагаем вам вот женитесь на «Галя». «Галя» то не так, это не так. То есть она балованная, избалованная, скажем так. Но эта система магазинов, это никакая не реклама. Просто я туда люблю заходить, там очень хорошие полуфабрикаты. То есть купить пельмени, купить какие-то, в общем, полуфабрикаты, чтобы быстро их приготовить и вкусно поужинать, это можно себе позволить. Вот. И «Давейка», к сожалению, из пельменей «Галя балованной» превратился в пельмени в самом, в общем, в каком-то эко-маркете. И в эко-маркете таком недорогом, скажем так, достаточно, в общем, как бы с демократическими ценами, но и качество продуктов такое же. То есть это будет пельмень, и здесь не стоит стоить каких-то иллюзий, что это будет пельмень высшего качества. Это будет пельмень, который, в общем, выйдет зарабатывать деньги. Правильно я сказал Джафар Анатолий, что где-то три раза, это будет, в общем, как бы попытка изображать пельмени высшего сорта, но в конце концов, в общем, пельмени третьего сорта и упадут, скомкавшись на канвас. Вопрос, опять же, в Торосе. Это будут изящные блюда типа Мухаммед Али, потому что Торос, мы неоднократно говорили, что своим внешним видом он напоминает бойца 70-х. Это будет Мухаммед Али, порхающий как бабочка и жалящий как оса, либо это будет Чарльз Вепнер, который поражает публику своим сердцем, своим умением держать удары, прорываться сквозь удары, наносить удары свои и, в конце концов, забивать своего соперника. Потому что Торос, он все больше, ну, не хотелось бы сравнивать, но он напоминает где-то Андерсона, который настолько, в общем, охренел своей значимости для самого себя же. Может быть, команда ему боится сказать правду, потому что боится потерять работу, но ему пора сказать, что, слушай, да, ты выигрываешь, пока ты выигрываешь, но это за счет твоей молодости и незначительности твоих соперников. Очень, мне очень бы хотелось, чтобы Довейка заставил Тороса задуматься о том, что, братик, ты должен делать сначала работу файтера, а заканчивать как панчер, то есть ты тяж. Поэтому сначала разбей соперника, а потом просто красиво его нокаутируй. Вот, и все. И, скорее всего, это случится, но только с тем, что Торос, опять пропустив несколько ударов, у него есть очень неприятная черта. Он, пропуская удары, теряет контроль над своими эмоциями. Он начинает тут же оправдываться, тут же старается реваншироваться. Ну, выглядит это для большинства зрителей красиво. Все приходят смотреть на драку, не на бокс, по крайней мере, в большинстве случаев. И им это нравится. Эксперты понимают, что все это хрень. И неумение контролировать эмоции, поддаваться эмоциям, это очень плохо. Поэтому, опять же, мы смотрим на Тороса, несмотря на то, что, знаете, как мы с вами договорились, что 10 поединков мы ему делаем кредит доверия, на 11 начнем, в общем, как бы рвать все у него, и все отверстия на немецкие кресты. Вот, вот время, в общем, как бы пришло. И довейка это будет уже не кредит доверия, а требование вернуть этот кредит. Поэтому смотрим на этот поединок. Торос должен победить. У него другого выхода нет. Вопрос, как красиво он это сделает и насколько уверенно, если хотите, изящно. Какой поединок еще мы здесь обсуждаем в этом ивенте? Какие мнения будут? Переходим сразу к Хайме Мунги или кто? Что? Акцент на него делали, поэтому не сильно там. Ну, честно, я говорю, не сильно всех успел. Ну, поэтому давай начинай. Хайме Мунги и Эрик Божинян. Ну что, я вот посмотрел, у меня была возможность посмотреть один поединок Божинян. Что я могу сказать о этом боксере? Это классический такой боксер, ну, классическая стойка, работа через джеб, физически крепкий. Но что мне бросило сразу глаза? Он не есть быстрым боксером и он не есть подвижным боксером. И третье, он не есть боксер, который может боксировать в высоком темпе. То есть навязывать темп, то есть играть темпами, можно так сказать. То есть этот боксер, по-моему, я не с тобой видел в нем, а я видел как раз его, по-моему, крайний поединок с чернокожим парнем, как-то забыл фамилию, не хочу сейчас коверкать, который был такой более агрессивный, который навязывал более такой бокс, вот силовой, если можно сказать, и немножко в высоком темпе. И Божиня, ну, было немного... Да, там это ничья. Да, да, да. Вот это бой, который как раз очень много вскрыл его. Потому что если встретить какие-то там нарезки... Шакил Финн, это 2 мая был этот поединок. Да, да. Если смотреть ему какие-то другие там нарезки и так далее, то Божинян это второй Джо Кальзаги, на первый взгляд. Знаете, он так смотришь, блин, какой крутой боксер. Когда ты посмотрел... Ну, это я в кавычках. Но если смотреть его уже поединок, когда парень, который не вышел от, говорится, за чеком или просто быть, как говорится, в танце должны быть двое, для того и вышел, а не для того, чтобы там что-то вести, то у него появились проблемы. Именно с боксером, который атаковал. Хотя нельзя сказать, что его отцепленник был сильно там крутой, искушенный. Он тоже подсел, ему тоже было тяжело. У него большой был брак каких-то вот его, скажем так, как боксерских навыков. Но, тем не менее, он смог навязать тяжелый бой Бажиняну. И Бажинян с этой задачей справиться не смог. Хотя парень делал, в принципе, ну и ничего там сверхоординарного не делал. Можно было бы за счет вот этого, казалось бы, хорошего джеба, удара справа, удара слева. То есть как-то можно было бы удерживать. То есть, во-первых, ему не было чем удержать. То есть он показал, что нету такого стоппинга, такой огневой мощи в кулаках, который бы заставил его соперника хотя бы удержаться на дистанции и не идти туда, понимая, что там опасно, можно попасть в нокдаун или в нокаут. То есть это первое. Второе, он взрывался комбинациями, но это не были вот такие, как вот для этой весовой категории быстрые достаточно удары. Он такой более тягучий, как Крузервей. Что-то вот в этом роде, как-то мне он более так показался. Да, он мощный, да, он широкий, он неплохой, имеет защиту, но это все вот на фоне, наверное, выглядело круто, боксеров более слабо. Сейчас он встречается с Мунгеем. Кто у нас такой Мунгеем? Мунгеем это чувак, который как раз мастер спорта, заслуженный мастер спорта по таким специалистам, как Бажинян. Потому что почти всю свою карьеру он бил боксеров плюс-минус ниже. Для Бажиняна это уже был повысший уровень, ну и уже такие, как Деревянченко или там экс-чемпиона типа Рассада, это уже более таки все-таки высокий уровень из тех боксеров, которых побеждал Мунгеем. Мунгеем молод, Мунгеем для своих лет, 27 лет, провел большое количество поединков, у него их за 40, по-моему, если не ошибаюсь, у него большой процент досрочных побед. Понятно, это все тоже связано с той же самой оппозицией, но тем не менее парень заматерел, как бы там ни было. Плюс, он прошел сейчас поединок с мега-крутым Канелом, побывавший первый раз в Кореи на Дауне, ощутив, что это такое, почувствовал, что такое разница с теми, с кем он боксировал и кто такой высший класс, как вы говорили, академик, и кто такой ребята с нашего двора. Поэтому, я считаю, что Мунгия за счет того, только что он может, он боксирует в агрессивном, агрессивном первом номером, он задает темп, он работает комбинациями по этажам. Да, он не есть супер разнообразный, иногда он повторяется, но его класс и его вот эти навыки, жесткий удар, постоянно быть на сопернике, держалка, опыт, они говорят мне о том, что он Бажиняна разобьет и разобьет очень жестко. То есть, вот именно, не знаю, я, возможно, Бажиняна оцениваю только по этому поединку, он на этот поединок и дал вот эти самые мысли мне, почему у него шансов с Мунгия нету много. Разве что он вдруг попадет, но я в это не верю, потому что у него нету нокаутирующего удара. А если он где-то сможет даже потрясти, то Мунгия все-таки, если выдержал удары Канело, который бьет, посильнее, то я думаю, что Бажиняна и у него хватит, как говорится, мощи выдержать где-то. То есть, он его перебьет, по моему мнению, навяжет темп, более быстрый, более такой темповой, многоударный бокс, где Бажиняна просто будет не успевать. Он будет еще вначале где-то пытаться огрызаться, будет перехватывать, но с течением раундов он будет проседать функционально, потому что видно было, что даже в этом бою после пятого раунда уже дышало очень тяжело. А это только был экватор поединка, был 10-ти раундовый бой. Так что я понимаю, что только за счет этого у Мунгии уже колоссальные шансы в этом раундах. Поэтому у меня фаворит 100% Мунгия, Хами Мунгия. Ясно. Дима, твое мнение? Я считаю, что этот поединок сделан как раз для того, чтобы Мунгия вернулся с победой, после поражения, с победой на это Бажиняна. Я думаю, что Анатолий Правда, что переможен в этом поединке Мунгия, за счет опыта, и за счет того, что он быстрый, у него и удар есть, я считаю, что сильнейший удар, чем у Эрика Бажиняна. Бажинян, ну вот, на фону Мунгии, то он, как показал его поединок последний, то он виглядал набагато гиршим. Там и Мунгия, конечно, что последний поединок програв, но соперники были же разные. Мне кажется, что Мунгия его досрочно остановит. у Эрика Бажиняна мало. Вертый бой. Джафар. Я начну с интересного факта, когда я начну с Бажиняна, я его в YouTube бил, и первое, что вышло, это не бои Бажиняна, а как раз выпуск одного из Zoom ринг-шоу, посвященных там был, давно это было, сейчас даже открою, там прямо написано в описании Бажиняна и выходит в выпуске, потом уже что-то про него. Вот, Zoom номер 236, год назад. Ну да, сейчас 395-й идет. Вот так вот, да. Так что, мы другом здесь вот. А если переходить в бой, то здесь боксеры по сути одинаковые, только вот Бажиняна, ну, одинаковые только у Стивили, только Бажиняна это Мунге, который был до Райдера, деревянчика и Каннелла. А Мунге, это Мунге, который вот уже прошел всю эту школу, все эти стадии и так далее. И он действительно, чего не скажешь, да, про Берлангу, он естественно революционировал как боксер, как бы мы его не хейтили и так далее. Эти 40 боев что-то ему и так далее. Бажиняна меня никак, ничем, если честно, не удивил. Он достаточно повторяющийся боксер с ограниченным арсеналом. Все его атаки строятся на двойной джет-кросс и этот кросс заносится как-то из-за спины очень. И он достаточно небыстрый, просто он вот вошел в дистанцию, повторил это и когда он начинает работу в широком коридоре все, у него начинается вот эта размашистость вот в стиле как раз уже названного Берланги. Его можно на этом ловить. Это я увидел в его бою с Элисом, который с Бенавидесом почти в прошлом раунде. Бажиняна его, конечно, нокаутировал, но до того, как нокаутировал, Элис просто обычным джебом все потуги Бажиняна тупил просто на корне. Мунгия человек, еще раз говорю, прошедший школу Райдера, Деревянченко и Канелла, вот эти три соперника как бы считаются преимуществами Мунгии, потому что в каждом из этих боев он чему-то учился и в 12-м проведенный из Канелла это научиться держать удар, это научиться не вестись на фринтейне, это как-то пытаться самому потушить агрессию соперника, поэтому Мунгия, я думаю, использует успешно в этом бою, он молодой, у него есть перспектива как-то вернуться в эту чемпионскую гонку, поэтому я думаю, правильный план на бой создадут, выведут Бажиняна уже ошибки и где-то 8-9 раунд я вижу на камере. Ребят, мне очень обидно, что вы в общем как бы не заметили не обратили внимания на одну весьма существенную тенденцию, что Бажинян это действительно является на сегодняшний момент лучшим боксером города Лаваль провинции Квебек Канада. Если говорить о Хаме Мунгия, то в этом вот в этой провинции, в этом городе то Хаме Мунгия никто. Безусловно это большой плюс для Бажинян. Вторая знаменитая фраза «Самый лучший из армян» ну когда-то это было Фрунзик Макатрчан, даже Игорь Фаньян, там Арам Фаньян, сейчас Эрик Бажинян. Вот. Хотя по моему мнению самый лучший из армян это все-таки Шар Разнову. Ну вот на этом вся в общем ирония, сарказм, скорбезничество и прочие в общем как бы шутки ну они заканчиваются. Почему? Потому что кто такой Бажинян? Это статистика. Статистика для Хайми Мунгия. Если с Алентесом Фоксом Бажинян еле выиграл поединок, то о чем мы можем говорить? Человек имеет рекорд с 32 поединка, 32 победы и 23 нокаутом лишь только потому, что он боксирует в Канаде. А Канада известна тем хоккеистами и проститутками. А он нашел в общем нишу, где собственно говоря ничто не востребовано. Это бокс. Поэтому Бажинян это всего лишь статистика. Я прошу прощения у всех фанов бокса из Армении. Это не попытка как-то обидеть, унизить. Просто это данность факту. Человек выбран жертвой. То есть причина этого выбора деньги, амбиции, вера в победу. Я это все принимаю, я это все приветствую, но реалия такова, что Бажинян будет жить в ринге до тех пор, пока он сможет убегать. Но мы-то прекрасно понимаем, что у Бажиняна все-таки какая-то гордость вот эта вот восточная, она присутствует, то есть он что-то захочет доказать, и это доказательство будет тюремой Пифагора, которая заканчивается черным квадратиком, заштрихованным, как квадрат Малевича, погружение в темноту. Поэтому вопрос, сколько будет жить Бажинян. Он достаточно хороший любитель, чтобы избегать неприятностей. Но мы знаем прекрасно Мунгию. Его нужно или сдерживать, и то это очень сложно, то есть он держит удары, либо убегать, и то, и другое на протяжении даже десяти раундов сделать очень сложно. Мы посмотрим, как у Бажиняна это получится. Если он отбегается десять раундов, он красавчик. Вот для него это уже будет победа над Хайми Мунгия. Если он, чем позже он упадет, тем больше это будет плюсов. Но мне кажется, что где-то у Бажиняна будет попытка сначала, вроде бы как и у других. Генри Ассаливан, когда боксировал, он немножко озадачил Хайми Мунгию, когда начал лезть на него австралиец, лезть на рожон, там осыпать его ударами, и Хайми Мунги откровенно не был к этому готов. Может быть, у Эрика Бажиняна получится попытаться хотя бы ошеломить Хайми Мунгия, но чем это закончится? Ну, это как старые шутки. Если вам не удается избежать изнасилования, вы можете, конечно же, сопротивляться. Долго, упорно вы устанете, но результат будет один и тот же. Так что расслабьтесь и старайтесь получить удовольствие. Вот если говорить о поединке, то есть будет нокаутом, вероятнее всего это или отказ угла, либо судья мешается, рефри мешается. Мне кажется, что Бажинян будет стоять до последнего, пока его не будут спасать. Все-таки, опять же, гордость боксера, причем армянского боксера, несмотря на канадскую прописку, это все-таки в нем будет говорить. Окей. Закончили с Хайми Мунги и Эриком Бажиняном, переходим к вечеру бокса на Уэмбли Стадион в Лондоне. И с какого поединка вы хотите начать? Джошуа Буа Цивили Хатчинсон, Джош Келли из Шмаэль Дэвис, Энтони Кокачи Джош Уоррингтон, Тайлер Дэни Хамас Ширас или Даниэль Дюбуа Энтони Джошуа. Какие будут предложения? У нас начинал Анатолий, у нас начинал Джафар, теперь Дима выбирай, с чего начинаем разговор. Ну, мне самое интересное, конечно, Дюбуа против Джошуа. Ну, это же там Кэнси, наверное, что-то. Ну, слушай, ты должен проявлять прозорливость. Мы, конечно же, самое классное оставляем на сладенькое. Поэтому все-таки давай опускаемся в карде ниже и начинаем Джошуа Буа Цивили Хатчинсон. Ну, насчет всего поединка. Я думаю, что явно фаворитом в цьому поединку есть Джошуа Буа Цивили. Хатчинсон как боксер неплох, но по сравнению сбылать, я думаю, что... Да-да-да, Дим, я тебя слушаю. Дима. Ребята, можно потише, пожалуйста? Да. А Толик написал про Толя сам, Толя не пройшел. Я пропустил самый интересный, поскольку он прервался интерес. Интернет, Дима, если можно, краткое изложение твоего спича. Ну, я думаю, что Джошуа Буа Цивили выиграет этот поединок. Этот поединок сделан для того, чтобы он стал претендентом. И он выиграет за счет своей техники. Он сильнейший за Хатчинсона. Хатчинсона непоганый боксер, но по сравнению с Буа Ци, я думаю, что он ему выступает. И в физической силе так же. И он будет накалутирован Хатчинсом в Буа Ци. А Буа Ци станет претендентом на Абсолют, которые разыграют Буа и Беттербю. А потом, я так думаю, что будет Бенавидас между ними с победителем встретиться. А потом уже Буа Ци. Такие планы, твои прогнозы. Давно у тебя такого не слышал. Я понял. Анатолий, что ты скажешь? Ну, я вам, знаете, первое, вообще скажу, что Буа Ци как бы давным-давно мы уже за него говорили не на одном эфире. Вообще, когда он дал. Он не часто нас радует своими боями, но мы неоднократно, когда, я вспоминаю, мы в том году говорили, где-то еще какое-то там полгода или там больше, чем год уже или сколько мы его не видели. О том, что вроде бы он вот-вот уже где-то подошел к этим, знаете, к крыльцу, где надо стучаться, говорит, я претендент, давайте мне право оспаривать там или давайте еще такого же, кто как я, дошел и будем там выяснять, кто там Бивол, Батербиев, я уже готов. А ему из-за двери отвечают, пошел нахрен, кто ты такой? Пошел? Да, мы тебя не знаем. Вот такая ситуация. И вот он, наверное, от этого обезопасности вот этой, он вынужден боксировать сейчас с Хитчинсом, потому что если бы это был просто поединок добровольная защита какая-то там по рейтингу он там должен был бы как-то с ним встретиться. Но Хитчинсон это боксер чисто английский, английский продукт такой. Он явно не будет бороться за звание чемпиона мира, скорее всего, в своей карьере. Разве что там чемпиона Британии где-то вот на этом уровне. Это максимум, что я думаю, ему светит. При всем там кто-то может фанат его, но по факту то, что из того, что я видел в его демонстрации его бокса и его позиции. То есть у него есть поражение. Он такой неплохой вроде бы боксер, на первый взгляд. Он работает, опять же, ну как бы старается по своей комбинации доносить до цели через переднюю руку. Работает в корпус, работает в голову, но когда начинает атаковать, ну такое ощущение, что он забывает вообще про азы. У него голова вверху, руки широко, и он эту двойку бьет, или этот боковой с прямым. Очень раскрыто, что не раз ему бы за это прилетало, если успевал его оппонент его встретить. Плюс он хватает много прямых вот этих же джебов, вот таких, скажем, ну иногда ненужных ударов, которые можно, в принципе, за счет передней руки сбива, или там оттяжки, или подставки даже такой плотной, но не пропускать. Он вот за много, как по мне, пропускает. Я два поединка его смотрел, и он пропускает. Возможно, это у него такая тактика вызвать на себя соперника, но оно бывает просто, может, очень больно закончится. Пока ему везет, оно проходит. Он однообразный в атаках, он не супер силен в защите, он вроде бы двигается, но сказать, что он так двигается, что его трудно закрыть, нет. То он так двигается, что от него нельзя, как говорится, вовремя уйти, тоже нет. То есть, он неплохой английский боксер, который, опять же говорю, максимум, это его, если получится, ему боксировать за звание чемпиона Британии. Из того, как я его видел. И теперь Буацци, который все-таки, из того, что я помню о нем, достаточно физически крепкий парень, высокий, хорошая ампометрия, неплохая школа, неплохой удар. То есть, казалось бы, он достаточно много умеет, но вот эти бойцы, с которыми ему приходится, к сожалению, в последнее время, это уже длительное время, это уже не полгода, не год, это уже, может, года два, если не больше, он боксирует с оппозиции, которая, в принципе, он уже ее прошел, он уже должен боксировать более сильными. Ему уже нужен такой боксер, как тот же Гвоздик, экс-чемпион мира, этот Ярд, вот такого плана боксеры, ну какие-то там экс-чемпионы, даже там чемпионы Британии, ну то есть, что-то посильнее, позиция должна быть повыше, потому что он вот у этих крыльца этого там трется, а когда придет время ему побоксировать, он просто проиграет и проиграет очень жестко, потому что он будет не готов к уровню боксеров, с которыми ему придется встречать, независимо от того, кто это будет, Бейвел, Бетербиев, кто-то еще другой, не имеет там тот же Бенавидос на подходе и так далее. То есть, вот эти моменты, они ему вредят, и я не вижу конкуренции в этом бою, он может быть какой-то конкурентный первых пару раундов, когда опять же Буатса будет стрясывать эту самую ржавчину после простоя, да, и раскрывать, посмотреть, если он сам правда не забыл уже как боксер, то он в принципе должен этого хититься проходить и проходить уверенность. То есть, он его должен подловить, потому что там дырок в защите очень много, Буатса со своими длинными руками, с достаточно неплохой скоростью и жестким ударом, но должен-то хотя бы раз, попасть, зацепить и развить успех. Как оно будет в бою, мы уже увидим, потому что, трудно сказать, очень давно Буатса мы не видели в деле. Мы понимаем иногда, что боксер, для кого-то отдых идет ему на пользу, он перегружается, он пересматривает какие-то моменты, что-то меняет и он выходит как бы свежим, более таким, обновленным. А есть боксеры, которым наоборот вот эти застои не нужны, потому что они, наверное, как и я, любят кабаки, девок и ночную жизнь. Поэтому, соответственно, когда они выходят в ринг, они уже не могут быть такими успешными. Поэтому Буатса фаворит, это поединок, скорее всего, чтобы снять ржавчину, как говорится, почувствовать ринг и, наверное, уже ждать, может ему и организуют с Бенавидосом, может там Мореля кинут, может еще кто-то там где-то вот есть, может того же Гвоздя скажут, ну чувак, давай вот тут претендент Буатса. Варианты вот такие, но там уже в следующий бой после Хичица должен быть с каким-то именем. Иначе это топтание на месте, даже больше уже не топтание, это уже уход еще дальше, дальше от титульного поединка. Я могу сказать, что теперь полностью в названии программы я вынесу. Коммент-аут Толяныча он признал. что баба и водка доведут его до Цугундера. Джафар, твое мнение. Ну, я согласен с коллегами, тут не даю шансов Хачинсу, особо Хачинсу мы впервые увидели в бою с Ричардсом. Там я ожидал, что будет что-то. Да, слава богу, все это да. Но перед этим нам пришлось перед прогнозом посмотреть его прошлые бои, поэтому была и такая темная сторона. Я ожидал увидеть новую такую прось в полутяжелом весе, вроде британец, ну, давай, покажи что-нибудь. Я не увидел ничего, естественно. Он был хорош, он был хорош на фоне Ричардса. И в этом бою он выдал, по сути, свою главную слабость, это неумение распределять свою энергию. он начинал достаточно лениво, забирал раунды с жеба по корпусу, но мог бы он взвинтить темп, он бы мог, потому что Ричардс готов был просто улететь от правого удара, от удара слева, ему заплатили, он вышел, отработал. А почему Хатчинс не взвинтил темп? Потому что он знал, что произойдет и что собственно и произошло в поздних раунках. Ричардс чуть-чуть включился в бой и у Хатчинс начались проблемы. То есть в плане потому, что он еще не на том уровне, на котором Буатси. Буатси, хоть и последние свои бои завершают решение, у него есть удар. И он не будет стоять и ждать, как Ричардс. Какую бы тактику Хатчинс здесь не выбрал, у него будут проблемы. Если он выберет также лениво забирать первые раунды, он их никогда в жизни не заберет. Потому что Буатси как только почувствует, что никакого сопротивления не идет, он включит свой джеб, он найдет удобную себе дистанцию и просто начнет расстреливать. Если Хатчинс взвинтит с первых секунд, это для него закончится максимум победы трех раундов. Как было с Азизом. Буатси подождал смотрел, что есть у Азиза, потом вычислил, вот это вот умение вычислять что-что, а у Буатси есть умение вычислять, умение подстраиваться. Поэтому даже если Хатчинс начнет активно, начнет пытаться забирать большинство раундов с надеждой на то, что он вынесет просто Буатси где-то после шестого и так далее, потому что всю дистанцию у него нет в носовести проходить. У него там были эксперименты с весогонкой и так далее, то Буатси его высисляет и где-то в позе начнет либо набирать очки, либо же нокрутирует. Опять же, тут для меня больше вопрос, хочет ли Буатси уже вырваться вперед за счет какого-то яркого идея, яркого нокаута, яркого, не знаю, может в нокдаун его несколько раз отправит. Или он решит такой же тихой тротой продвигаться, забирать победы решениями. Но опять же, какой бы вид побед здесь не был, главное, чтобы не раздельным решением, я думаю, на Буатсе будет уже обращение взгляда, потому что это будет большой ивент, и шейх и так далее, который сейчас взял полтяжелый вес в свои руки и на него обратят внимание. Ясно, спасибо. Как-то обидно, что вы не верите в Хатчинсона. Дима, у тебя микрофон, по-моему, опять фонит. Спасибо тебе. Ребят, ясно, что бой сделан для Буатси и единственная как бы причина появления Хатчинсона это его победа над Крейгом Ричардсоном в Риаде, где, собственно говоря, и он обратил на себя внимание. А в полутяжелом весе, как ни крути, полный застой, Бонавидес Интерим, временный обладатель, Морел WBA регулярный чемпион, Биол суперчемпион, Артур Батербиев также владеет титулами чемпионов по IBF и WBA. Поэтому все ждут, все ждут, что между ними случится, чтобы как-то разрешать ситуацию, потому что делать правильным было бы с точки зрения фанов, но с вами это бой Бонавидеса и Буаци. Ребята сразу претендент по двум версиям, что может быть еще вкуснее. Абсолютно согласен с тем, что Александр Гостик, Буаци, чемпион. Только все тускнеет. Пока перед противостоянием Бивола и Батербиева. Мы должны понимать, что Батербиеву надо проводить обязательные защиты титулов. И ради поединка, который уже переносился с Биволом, все получили отступные и все как бы стоят на низком старте. Первая брачная ночь это Бенавидес. Вторая брачная ночь, то есть если успеют поменять простыни, то в общем Буаци повезет, если не успеет, то будет на грязных простынях. Гвоздик если и придет, то только пока убирать эти простыни. Давайте признаем, он пока не очень значительен в этой весовой категории, несмотря на его прошлое чемпионство, не слишком долгое. Поэтому Буаци держит на коротком поводке. Он станет, я Хатчинсона, если вспомнить его поединок с Крейгом Ричардсоном, это была смесь какого-то тайского бокса с этими напрыгиваниями. Крейг Ричардсон, мы знаем прекрасно, что он вроде бы умеет боксировать, но приступы дебилизма, которые на него находят именно в ринге, делают из него какого-то непонятного андроида, на которого попробовали залить прошивку высшего уровня и поломалось все. Поэтому Буаци должен его переиграть. Я не думаю, что там будет как бы нокаут. Давайте вспомним, когда Крейг Ричардсон активизировался в последних раундах, Хатчинсон просто убегал от него. Убегал, находил момент и пытался опять же по-тайски напрыгнуть, как-то в прыжке нанести два удара, это у него не очень выходило, но тем не менее он сделал поединок зрелищным. Мне кажется, Буаци будет его просто делать на эпизодах. Если попадет, то да, мне кажется, Хатчинсон упадет. Но Хатчинсон это суета. Он будет создавать столько суеты, что поединок либо превратится в какое-то шапито, либо в этой суете Хатчинсон где-то хаванет, как правильно заметил Джафар и Анатолий, что руки остаются внизу, подбородок вверху, что может быть лучше для Буаци в качестве подарка. Дальше идем. Здесь у нас есть такой боец Джош Келли Ишмаэль Дэвис. Я предлагаю пролететь мимо. Энтони Кокачи против Джоша Уоррингтона. Джофар, начинай. Тут, во-первых, я выражаю абсолютное уважение Айбеф за то, что они не стали ставить на кем титул, потому что Воррингтон как бы однодарян. Сколько можно проигрывать и давать им титул заново-заново-заново. Поэтому здесь полностью поддерживаю Айбеф. Переходя к бою Айберо, да, Айбеф, Айберо, ну там какой-то континенталь тоже висел в воздухе. Кокачи расстрелся как раз для нас в бою с Хардиной, когда неожиданно для нас отобрал титул. Хотя мы предполагали, что он даст Хардине бой, но что вот так получится, мы не ожидали. Мы не ожидали, что Кокачи будет жарить Хардину буквально каждым своим ударом и каждое его действие будет подготовлено сутка и направлено именно на нокаут. Кокачи это человек, который умеет заставлять играть в свою игру. То есть как бы ты не захотел не обвязать его дистанцию на аутсайде, отбоксировать, как-то отбегать от него, он найдет тебя, он срежет угол, он подойдет тебе через маленькие шаги, как головки в свое время. Я, кстати, много схож в нем увидел. Вот Ворингтон, это прямой линейный боксер, грязный боксер, который можно перебоксировать, который можно перерубить даже, хоть как бы это Ворингтон не любил вспомнить его бой с Лопесом, с нашим любимым бывшим чемпионом, где ну просто Ворингтон попытался отбоксировать, у него не получилось. Он попытался влезть в какие-то размены, Лопес просто его раз-два и откинул в сторону. Ворингтон очень плохо реагирует на удары, которые летят вокруг блока. Вроде прямой удары, да, он иногда успевает оттянуться или просто принимает в глухой блок, но все, что летит вне его поля зрения, сбоку, апперкота, он пропускает. Какачи как раз в этом смысле у него арсенал очень разнообразный. Он под разных углов сует эти удары вот еще раз с Головкиным параллельно продолжит. Аберсиан Головкинский, боюсь с корзиной он тоже очень много раз был, Какачи их проводит. Какачи бьющий. Ворингтон не сланится прям одним своим ударом, которым он может положить, а он в этом бою лучше. Какачи выше, Какачи мощнее. Поэтому я не верю, что здесь будет даже нокаут это боксер с разных планет, честно скажу. Как бы Какачи не доценили перед боем Скордины, сейчас углубившись в его поединке до этого. Почему он не был на радаре до этого, я объясню, ему было много травм, я все не посчитал. Поэтому я уверен, что здесь Какачи заберет бой уверенно. Если не нокаутом, то это будет избиение. Ясно. Дмитрий, твое мнение. Ну, я тоже за Какачи. Я думаю, что Какачи выиграет этот поединок. Может, за очками, может, достраково. Ну, вот, цей поединок, чего там каже, что АйБЮ, там, то, что Уоррингтон два рази проиграл, ему дают шанс за титул и еще в другом весе. И от того, каже, что это не будет титульный бой за АйБЮ. А я думаю, что в этом поединке явный фаворит именно есть чемпион Какачи. Потому что последний поединок Уоррингтон и влетает в нокаут согласно с Жафаром, что он может проиграть достраково, потому что Уоррингтон уже совсем не тот. А Какачи, наоборот, показал себя здорово против Кордины. Я не думаю, что Уоррингтон кращий за Кордину. Но я вважаю, что достракового Барамула Какачи. Анатолий. Спасибо. Анатолий. В том, что Кордина поиграл, виноват в первую очередь только он сам. Потому что он полностью, как и мы, недооценил своего соперника. Соперник, в свою очередь, подготовился и смог использовать свои сильные стороны. Сильные стороны его неплохая скорость, неплохая подвижность, тайминг, умение защищаться вовремя. Как говорится, когда надо, когда жарко уходить, когда надо добавить, добавим. То есть он в этом бою, как говорится, у него сложилось все в елочку и он провел, скажем так, для того поединка идеальный бой. То есть он разбил Гордину, который, казалось бы, и нокаутер, казалось бы, достаточно психологически крепкий парень, чемпион мира. Ничего не предвещало беды и он просто взял и обосрался, как дядя Юра любит, говорит, в крепких мужских руках Кокачи. Плюс еще и Кокакал, Акакалс, Акакачился, если можно так сказать. И вот сейчас, да, выходит. Я бы не сказал, что у Кокачи есть, ну что он панчер, ни в коем случае, потому что у него там досрочных побед там 8 или 9 всего с 20 с чем-то поединков. То есть он там не супер там панчер, просто в этом боевом кардину за счет вот именно вот этого тоннажа попаданий, то есть он жестко бьет, безусловно, но не из панчера. Но тут и с другой стороны смотришь на Уоррингтона, которого, знаете, как в анекдоте, кто еще не тахнул невесту, я, вы кто жених, подадите. Вы музыканты. Вот тоже самое с Уоррингтона. Его уже били все, кому не лень. Он уже падал, он уже возвращался, это уже такой, блин, человек, который давным-давно прошел пик боксерский, он уже сейчас, мы не понимаем, в каких он кондициях, насколько его тело готово пропускать опять. И вот это, конечно, понимание, что истращенности, тяжелые бои, более тяжелые поражения досрочные, они у него были неоднократно. Ну, вот такая мысль пролетает, что, конечно, даже такой какач, они супербьющие за счет вот именно той самой скорости, тайминга, умения чувствовать дистанцию, вот разбирать по этажам, вот попадание, они будут приносить очень большую боль Уоррингтону, который согласен полностью и с Димой, и с Джафаром, все-таки прямолинейный боксер. И грамотный боксер, как бы раскрыть, ему не проблема этот блок, обвести боковым или показать боковым, удать апперкот, он хавает все, что залетает, не по прямой скажем так, не по классике, немножко по другим уклонам. Поэтому Какача, если брать его поединок, он показал, что он действительно умеет решать задачи, он умеет готовиться под соперников, у него он психологически устойчив, на него было там давление, я думаю, немаленькое, никто в него не верил. Поэтому он у меня также фаворит. Удосрочит ли он Уоррингтона? Все может быть, потому что, еще раз повторюсь, неизвестно, в каких кондициях Уоррингтона. Уоррингтон, скорее всего, сможет быть на интересный для зрителя, это, наверное, первые пару раундов, пока будет еще свежий. Он будет пытаться, как будто этот бульдозер идти и пытаться переломать. Какача, в свою очередь, должен это пережить, грамотно связать, грамотно разорвать дистанцию, грамотно встретить, сместиться, не давать. Уоррингтон, как говорится, на себе отыгрываться. И после нескольких промахов, неудач, и вот этого темпа, который Уоррингтон возьмет по привычке, он начнет просаживаться, тем более пропускать. Скорее всего, после 4-5 пойдет уже убедительный такой D-класс, если можно так сказать, Уоррингтона. И не исключено, что даже снимут его или удосрочат, либо просто будет избиение, избиение, и пока не выйдешь, ты скажешь, ну все, хватит. То есть, Какачи, безусловно, фаворит в этом бою. Так что ждем. Ясно, Джафар. Я уже не сказал. Джафар сказал о все, я не говорил. Да, вы не говорите. Ну, я просто, как бы, могу только предположить, что Уоррингтон приходит к хирме, говорит, Эдик, сделай мне бой. Два вопроса. What и нахрена? Вот, говорит, деньги нужны. Жена, пиши расписку, что я, Джош Уоррингтон, даю добровольное согласие на эвтаназию. Вот. Либо там совершение. Потому что другой, другого, как заработать деньги, я для Уоррингтона не понимаю. Ну, не понимаю. То есть, чувак, ты опытный, ну, в принципе, опытный. Ты сможешь переиграть Кокачи. В принципе, можешь переиграть. Но при этом Кокачи просто снесет тебя. Я просто, ну, я не представляю, насколько на ногах должен быть легким и вот в работе на челноке. То есть, для Уоррингтона самое главное это не оставаться после своих атак на месте, как это делал кто там у нас проиграл. Кордина. А, Кордина, Кордина. Вот. Да, поэтому Джош Уоррингтон может проиграть как решением судей, так и техническим нокаутом. Здесь может быть все, что угодно. Мы прекрасно понимаем, что Энтони Кокачи это парень от Ирландец, левша, очень неудобный, а самое главное, который очень плотно работает постоянно. Для Джоша Уоррингтона это, в общем, путь как бы в никуда. Поэтому соглашусь с вами, что, в общем, как бы мы увидим очередную смерть, ну, смерть в плане проигрыша. Ну, еще один боец на пути в бездну, забвение. Тайлер Дэни Хамса Ширазе. Абсолютно для меня мисс-матч. если кто-то попытается меня в этом переубедить, с удовольствием выслушаю ваши аргументы. Я дяде Юре могу только добавить, если ребята скажут. Есть пословица, что всегда хороший большой боксер побьет хорошего маленького, но в этом данном случае хороший большой боксер побьет плохого боксера маленького. и все. Тут я тоже не вижу маленький или Ша, который ну, ему нечем. Я даже не знаю, за счет чего он может выиграть уже раз. Просто даже смотрел его поединок, я не увидел вообще у него шансов. То есть он будет пыжаться, пыжаться по концовке счастья, здоровья и аминьиму. Все, все, что я могу сказать. Соглашусь. Мнение Дмитрия, Джафар, есть? Есть, да. Давай. Дмитрия? Нет, ты, давай. Хамзар еще раз, тут явно фаворит, я согласен, что это миссия матча, он намного больше, сильнее и быстрее и технически. То есть соперник явно что сделан под то, чтобы Хамзар еще раз выиграл этот поединок и я думаю, что досроково уверенно выиграет Хамзар еще раз. Саби. Там я думаю, что не будет никаких проблем зовсім. Окей. Джафар. Тут я начал сказать вообще откуда этот Дэнни взялся. Потом склонно, что бой был такой. У нас был очень склонный Англии было какой-то дерби. Она команда выиграла и ее отправили сразу в Лигу чемпионов, где был Шираз. Такая же история. То есть Дэнни выиграл, причем он не как-то суперуверен. Были скользкие раунды такие. Вообще очень больно было смотреть с Рудой. И сейчас он уходит на Шираза. Шираза это хирург. А Дэнни это, не знаю, даже мясник с тупым ножом как будто. Он ограниченный боксер. Повторяется. Не умеет в стволе свои. Абсолютно не умеет в стволе свои. Если привести там какой-то аргумент, что он левша. У Шираза был левша до этого. Эмбо Вильямс. Я, кстати, давал Вильямсу тогда шансы. И просто потому, что он умел двигаться, умел как-то заступать за ангуст соперника. Дэнни этого не умеет. У него вся игра это постоянная суета. Причем суета обычно у боксеров направлена на то, чтобы как-то спрятать свое действие или как-то спровоцировать соперника на какую-то его фишку. У Дэнни это просто дергание вправо-влево, вправо-влево, вправо-влево и любой адекватный соперник, который видит, что сейчас он убрал голову вправо, на секунду выбросит удар Дэнни его, потому что через секунду его голова окажется там. Нет, до этого он встречался с соперником, которые не могли делать, а сразу это человек, который постоянно держит на мушке, постоянно держит, он пользуется своим ричем, не стесняясь. Вильямс к нему прилип, но потом после того, как мы отвечали, он еще не совсем зрелый боксер, ему некоторые вещи еще нужно в углу подсказывать, он сам до этого не додумывается. С Вильямсом он прошел хорошую школу, я думаю, в этом бою он даже Дэнни к себе не подпустит, не то, что не подпустит, Дэнни сам, даже если захочет, не сможет обойти вот этот длинный джек Шираза, который он выбрасывает очень быстро и очень именно с целью нанести ущерб, потому что он у него силовой, бьет с обеих рук, поэтому я думаю, это будет нокаут для Шираза. Ну, для начала нужно сказать, что Хамзаш Шираз боксирует за титул чемпиона Европы, а это является подразделение WBC. И здесь вот в рейтинге надо глянуть, что, в общем, Шираз по WBO идет, Дженни Бек Алим Ханулы и вот Хамзаш Карлос Адамас. Карлос Адамас для Шираза, мне кажется, предпочтительней, но тут надо, в общем, как бы право на поединок заслужить, а Шираз пока это не, ну, он не в том положении, чтобы, ну, как бы убедить боссов, чтобы, давайте, выпускайте меня. Поэтому поединок создан для того, чтобы, скажем так, турки лишний раз как бы убедился или продал этот поединок боссом WBC, WBO, мне кажется, что WBC, чтобы убедить, вот, вот, это боец готовый для поединка против Карлоса Адамаса. Вот, это как раз, вот, мне кажется, что Ширазу, этот уровень, если с Салим Ханулой ему будет сложней, то с Карлосом Адамасом его просто нужно переработать, и для этого все есть. рост, длина рук, удар, вот, поэтому это очередные смотрины, и здесь это мисс-матч, что еще говорить. Даниэль Дюбуа, Энтони Джошуа. Первое, что я хочу, в общем, как бы услышать от вас ответ, это мисс-матч, где Джошуа стопроцентный фаворит, а Дюбуа статист, либо все-таки здесь есть интрига. По мере появления в эфире Джафар, Анатолий и Дмитрий. Просто ответ на этот вопрос, а потом уже будем разбирать. Хочется видеть, что есть интрига. У вас у тебя еврейских корней в роду не было? Хорошо. Я жду все-таки бой, чтобы был конкурентный, особенно первая половина. Окей. Дмитрий. Ну, я думаю, что все-таки мисс-матч с Джошуа выиграет бой. Соглашусь, Дима. А теперь давайте попробуйте объяснить свою точку зрения. Где либо это еврейская отмазка, либо восточная мудрость. Джафар, попробуй объяснить. Нет, это не то, чтобы отмазка. Где-то в глубине души я понимаю, что этот бой может быть не смачиваем. Но если углубиться в истории этих боксеров, то вот этот пух, который сейчас на Джошуа, он на него осел после четырех побед по сути не над кем. После поражения Усик он обыграл Франклина решением судьбы. Он нокаутировал Хеленюса, который за неделю до боя дрался где-то у себя в Финляндии в какой-то бане. Он нокаутировал Лотто Варина, который тоже на момент боя месяц назад дрался за Гассиевым. И не боксера по сути, он нокаутировал. И вот сейчас этот весь шум, что вот Джошуа он вернулся, для меня он еще не вернулся, честно. Потому что я все еще вижу, что у него есть вот эта тревога при выбрасывании ударов, что не вернулся еще тот самый искусственный комбинационник, которому плевать на то, что в него прилетит. Он уверен в том, что он нанесет. Поэтому в силу этого я вижу, что первая половина боя будет конкурентом. Пока Джубуа не начнет слишком раскрываться, как это было с Иргорищем. И я думаю, они все-таки поработали над своими ошибками. Это было бы глупо ходить на бой с таким панчером, как Джошуа, с олимпийцем, с золотым призером Олимпиады, каким бы там не было решения судей, сейчас не будем это улыбляться. Я думаю, команда Дюбуа готова к этому бою, но мало быть готовыми. Тут нужен хороший план, который заставит Джошуа тысячи раз задуматься, прежде чем выбросить свою правую руку под Дюбуа. Всего того, что тут перед нами по сути два достаточно, не хочу говорить одинакового боксера. У них очень много общих список навыков, у них очень большой, очень схожий. То, на что они надеются в бою. И если брать каждый из этих навыков, будь то мощь, будь то челюсть, то Джошуа превосходит во всем. Это я ему отдаю. Это не бой Джошуа, а Усик, где у Усика есть футворк, который перекрывает и удар Джошуа, который перекрывает его выносовость и так далее. Поэтому я думаю, что победит Джошуа, да. Но я правда не удивлюсь, если Дюбуа выйдет и бахнет. Потому что все-таки Джошуа еще вот эти все бои с Воллином, с Хелениусом и так далее, это не бой перед 96 тысячами на Лэмбли с бьющим молодым панчером, когда на кону стоит пояс. По сути, я уверен, что это последний шанс для Джошуа. Потому что дальше ему встретит бой с Юрией и так далее, но это не будет за пояс. Это будет, денежный бой, но не за пояс. Если у него есть реально амбиции, то у него будет перед этим боем волнение, которое он, но он если бы не доказал, что он умеет прям справляться с волнением. Ну и Дюбор, конечно, который владеет сейчас этим поясом, но мы не знаем, как он реагирует на такие большие масштабные бои. С Судовичем был, да, хорошим, это был такой вечер бокса в Саудовском районе, тут в Эмбли 96 тысячи еще раз говорю. Поэтому может в любых такие моменты расцветают, никто не знает. Есть интрига, но победить все-таки как по-нас Джоши. Значит, мне это напоминает, ты, как бы ты ни говорил, мне вот ты сейчас похоронил Джошуа, вот реально. Не просто похоронил, ты еще, мне-то, потоптался на его могиле. Джошуа красавчик, Джошуа победил того, Джошуа, ну Дюбор выйдет и бахнет, может быть. Он может выйти, я не удивлюсь, если выйдет и бахнет, понимаете, вот в этом проблема, потому что вот эти все разговоры, что Джошуа вернулся и так далее. Если бы ты верил в Джошуа, ты бы сказал, я удивлюсь, если он выйдет и бахнет. Дьявол скрывается в мелочах. Анатолий. Для меня в первую очередь это два боксера правильного очень чем-то похожи. В первую очередь это еще такие два больших ребенка. То есть они где-то еще все-таки до конца не стали... Я думал, что они афроамериканцы. Ну, это само собой. Не стали до конца вот именно мужчинами в понимании вот этого слова, потому что у них еще есть вот эта задирость, вот эта обида какая-то, еще психологически они где-то неустойчивы. Это проявляется именно в их боях. Вот этот момент. Почему я так беру? И у Джошуа, и у Юбваси взять, они прошли где-то вот этот путь, когда они сдавались, когда у них не получалось, когда на них стали крест, они опять возвращались, становились вроде бы лучше. И сейчас пришел тот момент, когда они между собой будут выяснять отношения. Согласую, что Джошуа как для меня намного опытней, как боксер, однозначно, намного умелее. Умение имеет больше, чем Юбва все-таки. Он лучше в защите, он лучше в комбинационной работе, он достаточно неплох на ногах, опытный. Как с его психологией? Ну, вроде бы, как он себя ведет уверенно. Как оно будет в бою, покажет бой. В чем я вижу интригу? Что как бы там ни было, для Дебуа, который также пережил тяжелые времена, но смог вернуться и стать тем еще чемпионом мира, есть проделы в защите, есть какие-то вот все-таки вот если может бой пойти не так, может и опять же сдаться, и это я не исключаю. Но для меня интрига именно, почему я ставлю акцент интриги, что он может быть только вот до экватора боя, потому что именно в этот момент у Юбва, мне кажется, есть шансы хотя бы навязать какой-то бой, где он может действительно попасть, потому что, давайте согласимся, это два стопроцентных панчера. Это ребята, если попадают четко в бороду, то вероятность того, что они отправят человека в нокдаун как минимум, а то и в нокаут, ну, 99,9. То есть, поэтому и один, и второй может попасть. Кто из них лучше держит? Ну, возможно, Джошуа более лучше держит, а возможно и не держит лучше. Трудно сказать, но двое бьют здорово. Поэтому именно в начальных раундах пока Джошуа может присматриваться, изучать, как говорится, Дюбуа, если Дюбуа свои дыры, вот эти, которые он пропускал в бою с Сарговичем, широко, вот эти руки раздвинутые и не видя вот этого простого прямого, это я говорю еще раз, повторю, счастье, что просто долбоеб оказался Ргович, который просто видит, что не достает, ноги назад, никто не подсказал, что он хотя бы сделал при ударе шаг вперед, и он бы этот удар донес, и не исключено, что Дюбуа бы сегодня не боксировал Джошуа. Но было, что было. И Дюбуа вот именно будет опасным, мне кажется, в первой половине, пока он будет свежий, пока он будет пытаться где-то зайти вот в эти размены. Потому что если Джошуа начнет его просчитывать, а он его просчитает, от раунда 3-4 ему будет достаточно, он его просчитает, он начнет его разбивать. И тогда каждое уже будет попадание Джошуа для Дюбуа как последнее. Поэтому я интригу вижу только вот до экватора боя. Если до экватора Дюбуа не навяжет ничего, не сделает, не отправит где-то Джошуа в нокдаун, либо не заставит его как-то вести себя непривычно в ринге для него, то Джошуа спокойно за пару раундов отсканирует Дюбуа и разобьет его. И я как бы сомневаюсь, что тут поединок пройдет всю дистанцию. То есть я, в принципе, верю в то, что бой закончится досрочно. Если это будет до экватора, то я отдаю какие-то шансы Дюбуа. Если это после экватора, то я это 100% Джошуа. Поэтому я скажу, что так, то 60 на 40 в пользу Дюбуа в начале боя и 100% после 6-го только Джошуа. Вот как-то так мне кажется. То есть вот в этом интрига. Потому что Джошуа для меня по-боксерски все-таки лучше. По умениям, опять же, он олимпийский чемпион и он имел все-таки оппозицию посильнее. За свою карьеру имел оппозицию посильнее и боксеров по разнопланованию. По разнопланованию получше, скажем так, разных, маленьких, высоких, нокаутеров, быстрых, медленных, тягучих. Ты как про Золушку говоришь? Принцы, гномы, карлики. Да, да, да. У него все были. Поэтому в этом плане он опытнее. Он уже все-таки чемпионство. Для него это будет как, знаете, обретение своего. То есть он уже дважды владел титулом. Для него это двукратный чемпион. Для него вот эта третья это, конечно, сумасшедшая мотивация. Для Дюбуа мотивация выиграть, потому что он реально сразу становится топовым. То есть уже, я не знаю, когда что вот этот тутурок, этот с паранжой на голове будет говорить, какой уж тогда бой с Фьюри. Кому это тогда уже будет интересно, кроме... Вот тут прикол. Если Дюба, то все карты, потому что, ну... То есть вот в этом, наверное, есть интрига. А на поверхности, конечно, Джошуа фаворит однозначно. Дмитрий, твое мнение. Я все. Ну, я Джошуа. Я вважаю, что Дюба, это ну, не пройдемся поединок. Будет достроковая перемога Антоний. Да, у него есть шанс, у него есть удар. Ну, я думаю, что Джошуа все сделает то, чтобы не попасться под удар Дюба, и он выдержит все эти удары. Я думаю, что достроково, возможно, в другую половину. Это не Ргович и не Миллер, которого прошел Дюба. Хоть там и говорят, что спаринговали они там, раньше он там выиграл Дюба, только давно было. Я думаю, что Джошуа сделает что уроки справится с Даниэлем, а у Эмбли как раз это сделано для того, чтобы выиграл их любимчик, Джошуа. Это не для любого поединка на всем стадионе. Я за Эмбли Если говорить о Джошуа, то давайте вспомним, насколько он был плотен и качественен до этого удара ниже пояса, ниже ватерлинии. И после этого он сник. То есть это Дюба, это боец, когда Сиренко с ним спарринговался, я спросил у Влада, слушай, Джошуа, кто это такой? Он говорит, это очень непонятный боец. Очень непонятный. И теперь нам понятно, в чем его непонятность. Это человек без внутреннего стержня, который ломается. То есть это вот жетон Миллера. Да Миллер это пельмень. Это пельмень, который на базаре обрезали хрящи, уши свиные, хвосты перемололи, сделали фарш, взяли третисортную муку серую, сделали пельмени, вот это Миллер. А Джошуа, это немножко, скажем так, уровнем повыше. Это первосортный пельмень. Но у него нет внутреннего стержня. если боец ему не делает неприятностей, не заставляет его бояться, он красавчик. Но Джошуа, ребята, Джошуа это чувак, который уже показал, что в принципе он воспитан и он ходит в костюмах, но при этом сплюнуть на пол и высморкаться в руках для него не есть проблема. То есть его уже мне кажется самого достал вот этот имидж хорошего парня, что он бы уже послал всех нахрен, но контракты держат. То есть статус-ко заставляет быть хорошим. Что может делать Джобоа? Джобоа может ударить, но опять же, если ты не снес Рговича, тупого Рговича в первых трех раундах за счет своего класса, за счет своей быстроты, за счет своих молниеносных ударов, ты уже лез к нему, пропуская все, что можно пропускать. То любую плюху от Джошуа ты не просто пропустишь, ты обосрешься, уж извините, пожалуйста. Опять же, умение Дюбуа терять уверенность, проигрывая эпизод, проигрывая второй эпизод, третий эпизод. И вот попытка, как он с усиком попытался закуситься, на тебе на скорости. Дюбуа не такой быстрый, как кажется. Джошуа куда быстрее, куда бьющий в узком коридоре. Вот эти размашистые удары Дюбуа. Да, если прилетит, я тут с Анатолием абсолютно согласен, прилетит, будут гайки. Но еще нужно, чтобы долетело. 198 сантиметров Рич Дюбуа и 208 сантиметров Джошуа. Причем Джошуа, опять же, лучший вариант Джошуа, это интуитивность, это челнок, и это же не усик. Не надо постоянно просчитывать, что там усик собирается делать, какую комбинацию, сейчас он бросится. Дюба достаточно промолинейный, то есть для Джошуа это очень хороший, хороший соперник. И Дюбуа заплатит очень большую цену, потому что Джошуа, он уже показывал, что он может быть очень высоким. И после первого удара он нанесет второй удар, если надо, чтобы весь Вембли как бы, знаете, как крикнул, гляньте, как в том анекдоте, и весь стадион крикнет, вот это популярно. Вот для Джошуа, Джошуа выйдет за своим куском мяса, кровавого мяса, потому что, чтобы набить себе цену в поединке с Тайсоном Фьюри, а тут неизвестно, будет ли опять же такой хренью заниматься Тайсон Фьюри во втором поединке против Усика, вот, то здесь для поединка против Тайсона Фьюри Джошуа нужен очень хороший, очень хорошее принятие арены, очень хорошая победа. Вот, мне кажется, что Джошуа Дюбуа просто сотрет, Дюбуа постарается, но, как в анекдоте, что не дышит, да, а как дышит, как дышит. поэтому победа Джошуа, будет ли интрига, ну, опять же, большие парни, все, что угодно может вылететь, но, как только, в общем, Джошуа установит дистанцию, он, у Дюбуа просто нет шансов. Джошуа куда лучше в плане умения контролировать мозги и эмоции в ринге, поэтому я вижу победу Джошуа, решением судей, опять же, если Джошуа будет осторожен и будет делать для победы ровно столько, сколько необходимо, но, мне кажется, за счет более быстрого сближения и нанесения комбинаторики, то есть, начиная от двойки и заканчивая серией или комбинацией после попадания, Дюбуа будет просто размолот. Мы увидим лежащего Дюбуа на конвасе либо стоящего у канатов и спасенного рефери, но с не менее ощущением кровавой драмы и удовольствия от этой кровавой драмы, я увижу, если Джошуа где-то во втором-третьем раунде что-то там кинет и Джошуа не успеет убрать голову и Джошуа тут лежит, распластавшись на конвасе и Дюбуа может, как робот плэнт, начать его закапывать, потому что это будет самое верное продолжение такого вот. Но, опять же, мне кажется, я тут соглашусь с Димой, что мы, конечно же, мы нагнетаем интригу, вот, чтобы как бы создать эту интригу, ну, Джошуа в одну калитку, мне так кажется. Окей. Есть что-то желание добавить к вышесказанному всеми? Я только добавлю, что мне, естественно, не верится в победу Джошуа именно решением, потому что решением Джошуа может побеждать против боксеров, которые не несут в себе способность выключить даже в поздних раундах. А тут у него будет адреналин, он будет понимать, что опасность использует и можно улететь в нокаут, поэтому если я его, то он меняет, поэтому в нем включится этот зверь, и он все-таки пойдет на Дюбуа и финиш выйдет. Все 12-м спокойно. Если он попадет, как это было с Хелениусом, как это было с Уолином, он был осторожен, пока не попасть. Да, Дюба будет пропускать 100%, и тогда уже Джошуа не будет сучать, я это имею в виду, что Джошуа не будет сучать осторожно, что добью потом. Он все-таки пойдет до конца, мне кажется. Вполне может быть. Ну и финальный бой, это состоится он 22-го сентября, в воскресенье, Мельвин и Иерусалим будет защищать титул чемпиона мира по версии WBC в наилегчайшем весе, причем первом наилегчайшем весе против Луиса Кастила. Если мы смотрим рейтинг, то Иерусалим у нас чемпион, а это Кастила обязательный претендент. Есть ли желание вообще говорить об этом поединке, поскольку я если честно мало слежу за этими весами. Поэтому если у вас есть... Да? Был бы Толянович, можно было бы говорить это его как раз братва. Нет, ты понимаешь... Я просто давайте так вот. То есть Иерусалим это достаточно скажем так опытный боксер, который и в проигрыше это рабочая лошадка. Он достаточно работоспособный. Я бы не сказал, что это человек фейерверк. Он достаточно работоспособный, чтобы проиграть Оскару калатся, но выиграть у бойца уровня Кастило. Кастило это чистый мексиканец, который идет вперед, наносит очень много ударов, зачастую перерабатывает соперника. Он еще в своей жизни не проигрывал, поэтому шансы 50 на 50. Да, Джафар, я вас с удовольствием выслушуете. Я тут верю, что Иерусалим даже увереннее, чем в Большей Георгой победит, потому что он много стилей таких повидал за свою карьеру. Даже Большей Георгой будет практически идентичная ситуация, где Иерусалим по сути по итогу оказывается более компактным боксером, который с конкретным планом вышел и его отработал. И он очень неудобный из-за своего личного у него слишком длинные руки, он умеет держать на джебе и справа добавляет, если соперник как-то на него напрыгивает, а мексиканец будет это делать, потому что другого выхода у него не будет. Ну, у мексиканца РИС 168, а у Иерусалима 157. У мексиканца 168? Да. Представляешь? Да. И рост 167, то есть 10 сантиметров разница в росте и практически 20 сантиметров разница в длине. Ну, тогда Иерусалим даже под этим мне кажется подстроится. То есть я не веду, что он умеет придерживаться своего стиля и никак не вестись на соперника. Он не будет принимать грязный бой мексиканца. И мексиканец, опять же, достаточно прямолинейный, агрессия, он не умеет боксировать, если Иерусалим чистенько так отбоксирует этот бой, ну, после того, как он побил Шигеока, после того, как он это сделал, каким бы Шигеока недисциплинированным не был, то мне кажется, Иерусалим способен победить отбоксироваться. Окей. Анатолий Дмитрий. Я, наверное, все-таки отдам предпочтение Капрайне Джафар более опытному бойцу, который победал побольше. Я просто, возможно, делаю это так не совсем профессионально, но почему-то мне Иерусалима больше симпатизирует как боксер, поэтому я ставлю, что он победит у Костила, перебоксирует его. Хорошо. Дмитрий, твое мнение. Я тоже думаю, что Иерусалим должен взять этот поединок. Да, тут суперник у него не битый, но мне кажется, что у Иерусалима есть больше опыта, и он справился согласно с японецем очень уверенно, так что он должен пройти целый Костилю. Шансы у него есть хорошие. Это решение большинства? А может и достраково. А вдруг война? Нет, я имею ввиду, что Иерусалим Шагиоку победил решением большинства. То есть 114-112, двое дали Иерусалиму. не поделал. Не поделал. И тогда узнаем, насколько мы проводим. Всех обнимаю. Спокойной пятницы. Веселого продуктивного уикенда. Всем пока. Пока. Дейусалиму. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok